Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сам не надо, у тебя, наверное, дело по горлу Мне музыкантов вполне достаточно Ты что, я сам себя не прощу, если я у тебя не выступлю Не волнуйся Концерт будет, зашатаешься Друг Ты какой-то странный сегодня, что ты завалился Друг, друг А ты что, мне не друг? Друг? Да все прекрасно Жди меня у себя на презентации с квартетом Друг Слава, я пойду 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 О, этот опять Не, ну цветы-то она берет Ага И вчера взяла Да, и позавчера Я видел Знаешь, если женщина говорит нет, скорее всего она Хочет понять, насколько сильно тебе нужно Да Значит, значит, завтра открытие магазина Попробуешь еще раз Только я тебе ничего не давал Пошли Пошли Вот что, дети Вот что, дети Я сегодня опять освобожусь пораньше И очень рассчитываю застать Алису дома А теперь идите, учитесь В вашем возрасте самое главное Учиться хорошо, понятно? И не забудь мне позвонить, когда вернешься домой Блин, никакой уличной жизни Игорь Александрович, день добрый Ты что здесь делаешь, а? Приглашаю на открытие магазина Костенька Ты бредишь, да? А, так вы не в курсе У нас новый инвестор Очень сильный игрок Всех сильных игроков я знаю Ну, как бы то ни было, открытие завтра Второе приглашение для вашего друга Анатолия Хотя, не жду, понимаю Кому приятно проигрывать Одно из принципиальных различий Женщины и мужчины Любую женщину можно покорить умелой лестью Особь мужского пола Нужно брать На слабо Садитесь поудобнее Послушайте внимательно Лирическая история И занимательная История о том, что не бывает иллюзий История о том, как вдруг увел мою подругу Теперь она беременна И это факт Стою я перед вами Начитывая в такт Ну, что могу сказать тебе я Желаю только счастья и любви, надеюсь Привет День добрый Ну что, у нас все по программе? Вступительное слово через пять минут Софи не в форме Отлично Так, а здравствуйте Здравствуйте Игорь уже здесь? Заявиться не сомневается Отлично Я полетела Хочу почувствовать клиента Девочки Не думала, что мы дотянем Здравствуйте 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 Поздравляю вас Добрый день Неужели ты во мне сомневалась? Ну да, я и сам не особо верил А где Сеня? Я целый день не могу до него дозвониться Но учитывая то, как он был в состоянии Хорошо, что он организовал хотя бы музыку Зря ты вообще к нему обратился Не могу больше молчать Надоело таскаться с таким багажом Здравствуйте Костя, пожалуйста, отдавай после презентации После презентации Здравствуйте 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 Твой отец гордился бы тобой Ты еще не видела всего Потом оценишь Под каблуком Ты знаешь, что она Алиса, модель Модель Как сам? Ну? Вера Ну что тут скажешь? Этот здесь что делает? Этот? Я его пригласил А кто просил тебя? Парень, герой Я без него магазин бы не открыл Да ладно Да Я тобой горжусь Это стоило этих усилий Я потом расскажу тебе о всех усилиях Надеюсь на твое снисхождение Марусь, а ты что? Для тебя есть отдельная модель, слышишь? Ну что, начинаем? А где же Софи? Ах, ну да Она не в форме Друзья, минуту внимания Приятно видеть Столько красивых женщин Объединенных общим интересом Меня зовут Константин Привалов Рад приветствовать вас в нашем магазине Это семейная история Эту обувь придумал мой отец Здесь моя мама Моя сестра, Катя Моя старшая дочь, Алиса Ее мама, Вера Моя жемчужина И младшенькая, Маруся И мое счастье Моя единственная женщина Главная женщина в моей судьбе Соня Я хочу, чтобы вы почувствовали Атмосферу этого магазина Как мужчина, который успешно выживает В мире женщин уже не первый год Я могу вас смело заверить Под каблуком нет ничего страшного А сейчас я хочу пригласить На помощь Моего партнера И мою очень близкую подругу Марину Итак, пять Четыре Три Два Один А теперь Наши самые топовые модели АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выпейте. Ну и где твой инвестор? А то приехал ему мозги вправить. Подожди, ты что? Ты с этой связался? Фу, как грубо, правда? Ничего личного. Только бизнес. Ясно. Я думала, ты меня не узнаешь. Десять лет все-таки как-никак. Да и на улице ты меня выставил. А вы, оказывается, ужасная синяя борода, Игорь Александрович. Конечно. Ты не забываешь, что у меня есть некоторые рычаги давления, да? Не, ну ты тоже не забываешь, что я зря времени не теряла. И все жены твоих рычагов давно клиентки моих салонов. Так что, если хочешь, померяйся рычагами. Ты же даже не понимаешь, с кем ты связался. Что, не видишь, она же неуправляемая. Вот ты еще пожалеешь, пожалеешь. Стоять, касатик. Подарок фирмы. Топовая модель, топовая. Я тебе говорил, что она стумасшет. Ты еще пожалеешь. Продолжаем мероприятие. Пока стоп новелий. Проследи за ней. Я думаю, не нажму ли я себе лишних проблем на голову. Милый, забудь сегодня о проблемах. Не тот случай. Сонеча, мне так много нужно тебе рассказать. Да вот и я. Здрасте. Сенечка, ты, по-моему, сегодня явно не в форме. Друг мой, я всегда в форме. Я же обещал, что выступлю. Я не могу нарушить свое обещание. Друзья мои, я вам спою сегодня песню. Посвящаю ее моим двум родным людям. Косте и Марине. Я хочу, чтобы все вы узнали их так же хорошо, как и я. Елизавета Борисовна, здрасте. Песенка про вашего сынулю. Все чистейшая правда. Здрасте. Я Сеня. Делаю звезд счастливыми. Верунчик! Сейчас ты узнаешь, какой я наш Костя попрыгунчик. Катюшка, у меня сердце болит. Дети, песня неприличная. Поэтому надо затыкать уши. Сонечка, хорошо выглядишь. Молодец. Так вот. Сенечка. Про Костю и Марину. Песня про то, как эти двое за нашей спиной сделали ребенка. Мальчишки! Сейчас вы прекратите их. Юня! Ну, они взрослые люди, все они заберутся. Костя, ты не можешь их разнять, что ли? Юня! Да прекратите их. Марина, ты что, правда? Папа! Папа! Ответь! Соня! 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 Соня, Маруся! Соня, Маруся! Нет. Я говорила, что отец гордился бы тобой. Беру свои слова обратно. Между прочим, я спасал папин бизнес. Ага, в постели с Мариной. Мы не спали, ничего романтического. Мы ходили с ней в институт, оплодотворение. Почему ты со мной не посоветовался? Потому что к маме с такими вопросами не ходят. К маме ходят с любыми вопросами. Тем более, что, оказывается, ты еще не дорос, чтобы самостоятельно решать такие взрослые проблемы. Правильно. Вот если бы ты пришел к нам, мы бы промыли тебе мозги. У тебя бы рука не поднялась на такие глупости. Что? Так, я не буду перед вами оправдываться. Если честно, Марина не оставила мне другого выбора. Мамочка, прости, это та самая Марина, которую ты мне все детство в пример ставила. А Мариночка была тогда приличной девочкой. Только не вздумай сейчас с нее брать пример. Так хватит. Соня ушла. С Маруськой. Я не имею понятия, где их искать. Ну, ушла не одна. С ребенком, значит, не на улицу. У нее подружки какие-нибудь есть? Есть. Надо звонить. Да нет, не надо звонить. Я знаю, где она. Стал бы объясняться, оправдываться, строить жалобные глазки, а я не хочу. А мне все это не нужно. Кстати, понятно, почему он то и дело переносил свадьбу. Думаешь? Поверим ли, как мужчине. Боже мой, что я завтра Марусь скажу? Она ведь сразу поймет, что мы не просто так в гости поехали. Будет вопросы задавать. Это ерунда. Выехали на пару дней в загород. Увидишь, ей понравится на даче. И тебе понравится. Может, зря я уехала? Поверь мне, это идеальное решение. Для тебя сейчас самое лучшее — максимально удалиться, чтобы принять резвое и взвешенное решение. Верь мне. Я же принц. На красном коне. А чего ты такой веселый? А чтоб ты не раскисла. Сохраняй присутствие духа. По крайней мере, одно на двоих. Ну и ладно. Ну и правильно. Когда он за моей спиной с Мариной, его угрызения совести не мучат. Факт. Да. Ну, ответь, может быть, что-то важное? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Соня, с тобой? Немедленно дай ей трубку. Это тебя. Алло. Соня, я все могу тебе объяснить. Костя, во-первых, я не хочу. Во-вторых, я тебе не Соня. А ты где? Я с мужчиной. Еду приятно провести время. Не ожидал? Соня, мы не спали с Маринкой. Мы ходили в институт ополововарения. Ого. Час от часу не легче. И зачем тебе это было нужно? Она просила. А, ну да. И ты не смог ей отказать. Я хотел тебе все объяснить. Я искал удобного случая. Ну, сначала ты злилась на меня и за Маруськи. Потом я на тебя из-за Димы. Потом мама неудачно выступила. У меня дня в это впутывать, умоляю. Костя, ты не один? Я один. Сонечка, дедочка, мы ругаем его последними словами. Скажи, ты когда вернешься, Сонечка? Мама. Алло. Костя. Да. Милый, тебе категорически пора повзрослеть. Смотри на дорогу. Безнадежная ситуация. Я сделал все, что в моих силах. Ну да. Я свидетель, если что. Значит, такая судьба. Всем повести не может. Аминь. Ну, договорились так. Я выношу мусор, стираю, убираю из квартиры, она готовит. Сочувствую. Готовить там она не умеет. Вот кто, везунчик. Отделался простым переломом. Все. Встаем. Оп. Идем в палату. Спасибо. Маруська, ты как? Папа, не волнуйтесь. Мелкие ушибы. Ничего страшного. Зеленкой садиной помажете? Больше испугалась. Пап, а что с мамой? Вот с этой красотой полежите у нас недельку. А дальше по обстоятельствам. Это просто удача. Так легко отделаться после аварии. А за дочкой-то родные приедут? Угу. Вот такая я удачливая. Больно. Сонеча, мне есть что сказать. Не сомневаюсь. Мне доктор прописал покой. Мам, папа хороший. Милая, вырастешь, мы поговорим. Ты за меня не переживай, я скоро буду дома. Будь умницей. Нам бы поговорить. Я выпишусь, мы поговорим. Мне надо о многом подумать. Как насчет пары слов в свою защиту? Ой, у меня предостаточно информации. Костя. Потом. Пошли. Пока. Вы с мамой теперь разъедетесь? Что? Почему? Жениться вы передумали. А потом мама к дяде Диме уехала. Ну, в гости, наверное. Ты думаешь, я дурочка? Так. Марусь! Ну, так бывает у взрослых. Но это вовсе не означает, что мы будем жить отдельно. Алиса отдельно живет. Ну, Алиска, это совсем другая история. А у нас в саду Глеб, у него только мама. Потому что папа на ней не женился. А потом вообще в другой город уехал. Ты не волнуйся, я в другой город не уеду. Сколько раз было, говоришь одно, а выходит другое. Это когда это было? Например, вы свадьбу шесть раз откладывали. Я считала. Восемь раз ты забывал меня за братьев садика. Пятнадцать раз и обещал, что поедем на море. Так, математик, тебе спать пора. Завтра по дороге в садик поговорим. Не собираюсь я в садик. Малыш, мне на работу завтра. Я не малыш, мне сеть скоро. А вот и босс! Мы топовая новость в блогах! Топовая! И посмотри, какие заголовки! Ты только посмотри! Скандал под кабулком, а? Или вот смотри, мораль ниже ботильонов. Ну а третий вообще отпад. Владелец магазина осеменил продавщицу. Это просто круто! Никого я не осеменял, и потом она не продавщица. Да какая разница, у нас топовая новость, ты понимаешь? Топовая! Так, девушки, только честно, кто из вас пришел, чтобы узнать подробности вот этой вот истории? Я! Девочки! А, вуаля, что я тебе говорила, это будет лучшая новость магазина. Лучшая! Слушай, какая вы интересная семейка. Ну-ка, я хочу подробностей. Какие-то подробности. После смерти отца я остался один на один с семьей с женщинами. Остальное проистихает. Вау! Восемь девок, один я! Это же очень круто для рекламы, а? Слушай, а свадьба не намечается, а? Ну, напрасно, нам надо бы. Ты представляешь, ты играли бы свадьбу прямо в магазине, а? Типа мы реально приносим счастье. У нас свадьба в ролике, свадьба в натуре. Это же очень круто, когда все по-настоящему. Это просто супер, понимаешь? Да. О, София. Короче, ты погоняй эту мысль. У меня-то просто, смотри, мурашки по коже. Короче, нам нужна свадьба. Нам нужна свадьба. Гоняй, гоняй. Так. Так. Всем нужна свадьба. Постараюсь оправдать ваши надежды. Ты так и будешь прятаться? Почему не приехала? Костя, дорогой, я все решила. Так. Я выхожу из бизнеса. Мы же только-только открылись. Ничего, ты справишься, все будет хорошо. Я очень виновата, но я все исправлю. Мы должны это обсудить, открой дверь. Костенька, нечего обсуждать. Я эгоистичная, эгоцентричная идиотка. Так, давай ты откроешь дверь, и мы все обсудим. Костя, я не дома. Да? А где ты? Я у Сони в больнице. Я ей все объясню. Я запуталась. Я и сама запуталась. Ну, пойми, Костя этого не хотела. Я хотела. Я, так сказать, вынудила его. Поставила ему ультиматум, понимаешь? Ультиматум? Да, но мужчины, они же такие, они же как дети. Их очень легко загнать в угол. Тороче говоря. Сначала он сходил, потом я сходила. А потом выяснилось, что я беременная. А от кого? Да какая разница, от кого? Главное-то, что не от него, а ему-то я сказала, что от него. А зачем? Вот я и сама себя спрашиваю, зачем? Ну, вот сама спрашиваю, Марина, ты же такая крутая. Я же думала, могу одна. А когда поняла, что одна, испугалась. Наверное, поэтому. И сейчас решила сказать. Да, но потому что она как-то сильно очень все запуталась. Это мягко сказано. А почему Костя сам ко мне не пришел? Так он же мужчина. А мужчины, они же, знаешь, какие трусы. Вот. А теперь-то оно все же налаживается. Ну да. Слушай, а эта штука, ну как, очень больно? Очень. Ладно, я пойду, а то у меня там… Ты это… Держись. Пока. Пока. Костя, ну я ей все рассказала. Господи. Костя, подожди. Подожди, ты не твой ребенок. Еще раз? Ну, прости, пожалуйста, я тебя обманывала. Тогда еще в этой клинике выяснилось, что я беременная уже. Если нет, принято от кого? Ну, угадайте, в трех раз. От кого? Капитана дальнего плавания. Костя. Ну, прости, слышишь? Костя. Бояре, а мы к вам пришли, Молодые, а мы к вам пришли. Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? Бояре, нам невеста нужна, Маруся, нам поетка тоже нужна. Мояре, а какая вам мила, Молодые, а какая нам мила. Костя, это ничего не меняет. Ничего? Ровным счетом. Ну, хорошо, ты ни с кем не спал. Герой. Подожди, я признаю, я многое делал неправильно. Я решал только свои проблемы. Да, я поступал безответственно. Ну, прости, но... Я прерву твою пламенную речь. В ближайшее время тебе нужно найти нового бухгалтера. А мне новую квартиру. Соня, не надо так драматизировать. Извини. Да. Соня, вы могли бы подъехать в садик за Марусей? Боюсь, что нет. А Маруся вам ничего не рассказывала? У нас тут проблема. Маруся не разговаривает. В смысле? С утра мы не услышали от нее ни одного слова. Если не вы, может кто-то другой подъедет. Все, Марусь, говори до свидания и пошли. Видите? И так целый день. Мы ей, здравствуй. Она молчит. Мы ей, как дела? Она опять молчит. Мы ее спрашиваем, что случилось. Она не звука. Что случилось? Так. До свидания. Я ее забираю. До свидания. Это из-за нашего вчерашнего разговора? Я признаю, кое в чем ты была права. Хорошо. А ты была права полностью. Принимаешь капитуляцию? Я сдаюсь, сдаюсь. Слово победителю. Хорошо. Долго будем в молчанку играть. И что я теперь должен сделать? Новую игрушку? Кино? Собаку? А если мы с мамой поженимся? Малыш, я постараюсь. Хорошо? Только ты не молчи. Это пугает. Пошли. Да. Как здоровье, любимая? Не смешно. Да. Прости. Просто… Меня завтра выписывают. А меня послезавтра. Знаешь, это была большая ошибка. Да. Да. Хорошо, что ты так думаешь. Я даже не знаю, как мы будем с тобой теперь ходить в один офис, здороваться, делать вид, будто ничего не случилось. Да. Значит, я даже готов перейти на другую работу. Ну, понимаешь, у меня нет других предложений. А у тебя фирма у мужа. Ну, я понимаю, у вас отношения натянутые. Тссс. Ты слышишь? Что? Принц. С красного коня рухнул. Ну, ладно. Значит, так. Встречаем маму на лимузине. В лимузине миллион алых роз. Ну, или почти. Лимузин украшен лентой, на каждой из которых написано «Выходи за меня». Везу маму в аэропорт, потому что я водитель и готов везти ее куда угодно, куда она только не пожелает. Привожу ее в аэропорт, а у меня в кармане два билета. В Париж. И вот там, в Париже, прямо при российском консульстве, нас обвенчают. Рядом с Эйфелевой башней, а? Каково? Ну, да, я согласен. Я немного повторяюсь. Такая версия уже была. Ладно, ты права. Все это попахивает каким-то отчаянием. А чем же меня тогда удивить маму? Так удивить, чтобы она меня простила? Чего у нас еще не было? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Расскажите Маруську. Я думаю, вам с Филом не будет скучно? Да уж не будет. Вера Денисовна приедет. Да? Я даже звонить не стал. Думал, она на работе. Она нас уже достала. Так. Она контролирует каждый мой шаг. Она мне не дает вздохнуть. Она меня в школу за ручку водит, представляешь? Все время парень с работы возвращается. Она добьется того, что мы с Филом начнем тискаться по подъезду. Ты наскуночку с отцом разговариваешь. Ну, ты же меня понимаешь? Понимаю. Я подумаю. Так, мне надо идти. У меня дело. Взрослое дело. Если я к вечеру не вернусь, ищите меня в больницах города с черепно-мозговой. И это... Развеселите по-русику. Удушишь! А тебе ее удушить мало. Знал! Из-за моей спины! Ты же ее динамил! А ты и рад! Ребенок! Я-то хоть по нем-то подумал. Маленькое существо. А как он теперь будет? Он не мой. Не... Не твой? Не мой. Не твой. А чей? Он твой. Твой. А зачем он это? Да уходите вы оба! Я не хочу с вами разговаривать об этом. Мариночка, он все понял. Он не сердится. Я весь удар взял на себя. Малыш, в этом была моя вина. Та девица, с которой ты разговаривала, это подстава. Я... Я хотел тебя разыграть. Ты зачем это сделал? Я хотел, чтобы ты ревновала. Что? Ты... Ты слышал? И кажется, мне это удалось. Ты что, дурак? Дурак. Ты... Да ты просто... Ты... Ты какой-то скотина без ответствий. Абсолютно без ответствий. У тебя что-то вообще в голове есть? Ты понимаешь, что я... Это тебя чуть... Я... Я... Я чуть... Ты выиграла. Я не понял. Ну что, соревнования? Кто выиграет? Нет, у нас просто нереальная предсвадебная история, которую мы будем рассказывать нашим детям. Каким детям? Вы что-то трогаете меня. Да, подожди, да, трогай... Да, подожди. Так, дети лишние. А, третья лишняя. Мама, а ты вот за этим сюда приехала? А что, твоему папаше некогда? А мне не трудно. А вы чего сидите? Идите уроки сделаете, или чем вы хотели там заниматься? Надеюсь, я ничему такому не мешаю? О, папа приехал. Так, Филипп, держи, пропылесосишь. Папа, пожалуйста, забери ее, вообще невозможно общаться. Она все время рядом ходит. Алиса, собирайся, поехали. Привет. Ну пусть дети пообщаются, мы с тобой чаю выпьем. Да они уже пообщались, да? У меня разговор есть. Разговор? Да, Маринка из бизнеса вышла. Ха, еще бы. Как вы после такого с ней в одном офисе встречаться будете? Слушай, а ты, по-моему, говорила, как тебе надоела твоя работа? Ну, надоела. И что? Ты же не предлагаешь мне? Я тебе предлагаю должность управляющего. Я думаю, опыта у тебя хватит. Что, мне? Управляющего? Понимаешь, в чем дело? У меня на руках работающий магазин и офис. Я не потяну два дела сразу. Уступаю командованию магазином, тебе персонал набран, товар готов. Устраивай процесс, как тебе угодно. Ну, ответ мне нужен прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну, не знаю. Слушай, ну, конечно, я согласна. Ты же знаешь, как меня достало работать на чужого дядю? Да, но теперь ты будешь работать на меня. Это совершенно не одно и то же. Мы же с тобой одна семья. Выходить нужно завтра. График работы с утра до ночи. Да хоть с ночи до утра. Спасибо, дорогой. Идет. 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 Тем более, спасибо, что пришел. Как ты с ними справлялся, я не понимаю. Нужен совет? Я не знаю, что делать. Я, кажется, потерял Соню. Все так плохо? Даже хуже. Хочешь знать, как справлялся я? Очень. Я никогда ничего не откладывал на потом. И не пытался, чтобы все было идеально. Я никогда не усложнял задачу, потому что главная мужская черта – действовать, когда необходимо. Так что хватит строить планы. Встань и действуй. Я знаю, ты справишься. Откуда, интересно, такая уверенность? Потому что ты мой сын. Молодцы, что приехали. Все-таки 40 дней надо. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Проходим мимо, и вдруг неожиданна музыка Любопытно Да, вокруг люди танцуют Какие люди? Ну, просто прохожие Кость, ты неисправим, ты собирался петь? Вообще-то по плану я должен был подъехать на карете Запряженной белыми лошадьми Вот так Серьезно? На карете? Ну, принц я или не принц? Ну, я хотя знаю, знаю, я не принц Скажу тебе честно, от принцев никакого толку Одно разочарование Вообще-то я придумал романтическое путешествие По местам нашей боевой славы Место первого поцелуя, второго Место, где мы решили жить вместе Где имя Маруски придумали Ага, и все это на карете Да Но потом я от всего от этого отказался Я просто взял карту и понял, что есть одно единственное место Которое я хотел бы посетить вместе с тобой Интересно Правда? Ага Вот оно Ближайший к больнице Ну, а... А что сейчас будет? Фейерверк? А может, воздушный шар? Соня Ну, поверь Это будет самая неторжественная церемония в мире А с чего ты взял, что я тебя простила? Пошли С этой штукой на шее? КОНЕЦ КОНЕЦ Так, минуточку внимания Речь пойдет о человеке, которого сегодня нет с нами Но без которого Наша встреча И этот вечер был бы невозможен Речь пойдет о моем отце Это был без лишних слов Удивительный человек Главным образом Потому что он умел видеть в людях перспективу Он обо мне знал больше, чем я сам знаю И... Устроил мне Такой экзамен в жизни, что... Теперь мне уже ничего не страшно Да За человека, который знал больше Горько! Горько! Горька, 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 Горька Я открою Добрый вечер Добрый вечер. Вам кого? Вы очень похожи на своего отца. Я Нина. Мы родственники. Я в курсе. А, так вы моя сестра. Проходите. Спасибо. Ой, а они не вовремя? Глупости. Знаете что, давайте мы пройдем в кабинет, поговорим. А потом я уже у вас со всеми познакомлю. Хорошо. Не разуваться? Не раздевайтесь. Не разувайтесь, да. Спасибо. Проходите. Проходите, вон по коридору направо. Письмо отца. Вам. Да? Честно говоря, я не знаю, что там написано. Знаете что, я пойду подготовлю народ. А вы посчитайте, и как будете готовы, приходите. Хорошо. Договорились? Спасибо. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ После смерти отца я остался один на один с семью женщинами. Яна Ломалдров чуть не расстался с любимой, но дело закончилось ЗАГСом. Правда, насладиться победой не удалось. Появилась восьмая женщина. И у нее были на меня особые планы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова